По данным ООН, уже к 2030 году Казахстан может испытать серьезный дефицит воды. Что делается в стране для того, чтобы этого избежать? Действительно, вопрос, скажем так, нарастающего дефицита в Казахстане у нас очень достаточно беспокоящая новость. Одна из, наверное, особенностей нашей страны заключается в том, что мы очень часто говорим, что страна очень большая. Безусловно, это замечательно, но вместе с тем одна из особенностей заключается в том, что водные ресурсы распределены неравномерно. То есть где-то их больше, где-то их меньше. Соответственно, это требует достаточно, скажем, регионального подхода в части того, где и как мы используем воду. И вот в этой части у нас, скажем, в двух направлениях ведется большая работа. С одной стороны, это усиление именно более скоординированного и интегрированного управления водными ресурсами. Это переход, скажем, не переход, а укрепление бассейнового принципа управления, поскольку, когда мы управляем бассейнами, это позволяет более равномерно и более комплексно подходить к управлению водными ресурсами. В этой части большая работа ведется, и мы сейчас в том числе и пересматриваем законодательство. У нас глава государства, президент Тукаев, говорил о том, что действительно необходимо более интегрированно, более комплексно решать вопросы воды, в связи с чем необходимо разработать новый водный кодекс, поскольку наш действующий водный кодекс был разработан в 2003 году, уже 20 лет прошло. И, конечно, это требует, скажем, переосмысления и реконцептуализации тех подходов, которые мы закладываем в части управления водой. То есть это в том числе и улучшение, скажем, культуры использования воды, внедрение водосберегающих технологий, повышение продуктивности использования воды. Второе большое направление заключается в том, что из 8 бассейнов, 7 бассейнов в Казахстане являются трансграничными. То есть почти половина воды приходит из-за предельных государств. В этой связи вопрос трансграничного сотрудничества для нас является очень важным и очень актуальным. Поэтому мы очень тесно работаем с нашими соседями. У нас имеются комиссии как в части охраны и использования водных ресурсов, так же и в части сохранения экосистем. Например, с Российской Федерацией у нас имеется именно в части сохранения экосистем, экосистемы реки Урал-Жаех, мы ее называем в Казахстане. У нас есть по Чудаласской совместная комиссия с Кыргызстаном, с Узбекистаном. Также у нас есть двусторонняя комиссия с Китайской Народной Республикой. Мы также сейчас ведем работу. У нас имеется комиссия в части сохранения экосистемы, в части недопущения, скажем, загрязнения, каких-то аварий, системы раннего предупреждения. Но и также мы ведем большую работу по именно вопросам вододеления. Поэтому вот это такой большой достаточно фронт работы. Поэтому для Казахстана, как для большой страны, у нас получается в целях минимизации тех рисков, которые имеются, мы ведем работу в двух направлениях. И отдельно хотелось бы, наверное, отметить отдельным фактором, это фактор изменения климата, а не говорить о нем мы не можем. Мы уже наблюдаем те последствия, о которых мы зачастую говорим на больших конференциях в Казахстане, мы их уже ощущаем. На сегодняшний день у нас за последние 100 лет температура повысилась на порядка 2 градуса, что, безусловно, сказывается. Это в том числе сказывается и на деградации линейников. Я сама поднималась года 2 назад на эталонный ледник Туехсу. Там наблюдения начались в 1958 году. И вот за последние 50-60 лет он отступил на более чем 1 километр и потерял треть своего объема. То есть для нас это водные ресурсы, и, конечно же, мы понимаем, что это будет сказываться. С другой стороны, мы понимаем, мы буквально в 2021 году приняли новый экологический кодекс, в котором мы включили отдельную главу по адаптации к изменению климата. И в рамках нее мы определяем водные ресурсы, как сектор, который является наиболее уязвимым к изменению климата, соответственно, требует применения адаптационных мероприятий. На сегодняшний день мы ведем большую работу именно в части оценки уязвимости сектора и выработки соответствующих мероприятий для того, чтобы снизить, минимизировать те негативные воздействия от изменения климата, которые могут негативно сказываться на благополучии и на благосостоянии наших людей. Да, но в глобальном масштабе, скажем так, есть два направления работы по борьбе с изменением климата. С одной стороны, это адаптация, с другой стороны, это меры по предотвращению дальнейшего глобального потепления, повышения температуры и так далее. Что делается в этом направлении в Казахстане? Вы правильно сказали, есть адаптация, есть, скажем так, митигация. Да. В части митигации Казахстан на сегодняшний день является достаточно углеродноемкой экономикой. И вот в этом направлении мы, конечно, понимаем и свою, скажем, роль, и свой углеродный след. Именно поэтому в 2021 году, когда был саммит климатических амбиций, президент Укаев объявил о том, что Казахстан, будучи, скажем, ответственным участником международного сообщества, понимает, что необходимо сокращать свой углеродный след. Именно поэтому мы сказали о том, что мы будем достигать углеродной нейтральности. Буквально недавно мы приняли стратегию по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Для нашей экономики это достаточно амбициозная задача, поскольку экономика сама по себе очень углеродоемкая. И в основном она, скажем, работает у нас на угле. То есть фактически, когда мы говорим о переходе на низкоуглеродное развитие, мы говорим о достаточно большом структурной трансформации экономики страны. Поэтому в этом направлении мы считаем, что те амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим, они в том числе будут нашим, скажем, посильным вкладом в глобальные усилия по сдерживанию повышения глобальной температуры. С другой стороны, это меры адаптационные. Как мы уже сказали, как я уже отметила, мы в своем законодательстве, это впервые, когда в законодательстве у нас вообще сидит отдельной главой, отдельной задачей именно меры адаптационные. Поэтому в этом направлении, конечно же, снижение уязвимости местных сообществ и в целом экономики страны к негативным воздействиям изменения климата, это вот два больших направления, в которых мы работаем. Я хотела бы вернуться еще раз к вопросу, который вы упоминали о региональном подходе и о совместном управлении трансграничными водными ресурсами. Это актуальный вопрос не только для Казахстана, а вообще для большинства стран мира. И Казахстан присоединился к соответствующей конвенции, он еще в 2000 году. А сегодня, кстати, на открытии конференции, в день открытия конференции по воде, еще 10 стран заявили о том, что они тоже собираются присоединиться к этой конвенции. На ваш взгляд, насколько это эффективный инструмент? Это достаточно эффективный инструмент. Вообще у нас, если брать целое международное водное право, есть две основные большие конвенции. Конвенция 1992 года имеет достаточно широкий скоб. И действительно, Казахстан, мы присоединились в 2001 году, и с тех пор у нас очень много чего было сделано. Для того, ну, привести пример, один из очень достаточно действенных механизмов именно конвенции заключается в том, что имеются национальные водные диалоги, которые позволяют создать вот эту необходимую платформу между различными стейкхолдерами для того, чтобы обсуждать и находить, самое главное, не просто обсуждать, а именно находить решение актуальным проблемам в области воды. Вместе с тем, одним из, наверное, особенностей, одной из особенностей конвенции 1992 года является то, что он применяет бассейновые принципы. Он говорит о том, что необходимо именно бассейновый принцип придерживаться при управлении. Очень много бассейнов, как я отмечала, являются, ну, особенно для Казахстана, являются трансграничными. Например, мы очень тесно взаимодействовали, и водная конвенция оказывала содействие в создании чутолазской совместной комиссии между Казахстаном и Кыргызстаном. На сегодняшний день эта комиссия является очень действенным и очень важным инструментом в нашем взаимодействии между двумя государствами в части, скажем, совместного управления вот этими реками. Буквально в прошлом году мы завершили, также это было вот в рамках вот этой водной конвенции, при содействии конвенции по industrial accidents, по промышленным авариям, вот две конвенции совместно. Мы реализовывали проект между Казахстаном и Узбекистаном по предотвращению, по недопущению предотвращению загрязнения реки Сардария. На самом деле вот эти все проекты, взаимодействия, которые мы осуществляем в рамках конвенции, они очень важны, поскольку они позволяют предотвращать определенное негативное воздействие на вот эти трансграничные реки. Вместе с тем, помимо того, что у нас реализуются определенные мероприятия в рамках конвенции, вообще необходимо брать сами конвенции и те принципы, которые заложены. Именно вот эти принципы, которые закладывались в основу вот этих конвенций, они позволяют, скажем, выстраивать понятные, скажем, предсказуемые взаимодействия между государствами. То есть это какие принципы? Это обязательство сотрудничать, это ненанесение вреда, и это справедливое пользование водой. То есть каждая страна может использовать воду, но безусловно не нанося какого-то негативного воздействия. И именно наши взаимодействия с нашими соседями в управлении трансграничными реками, они основываются именно на вот этих принципах, которые заложены в основу водной конвенции. Вот в этой связи, конечно, мы считаем, что водные конвенции, они являются действительно очень действенным инструментом, потому что они позволяют выстроить понятный алгоритм взаимодействия между государствами. ООН, различные структуры ООН, например, программа развития ООН оказывает поддержку Казахстана в том, что касается охраны использования водных ресурсов. Вы можете привести успешные примеры вот такого сотрудничества между ООН и Казахстаном? Достаточно сложный вопрос в той части, что мы действительно со структурами, с агентствами ООН очень тесно взаимодействуем по очень широкому спектру вопросов. Но, как я сказала, один из, наверное, таких ярких и интересных проектов, который буквально завершился в прошлом году при поддержке, это был Европейский союз и ЕКООН, именно конвенция, это по загрязнению, по недопущению индустрии каких-то аварийных загрязнений реки Сардария, а также по эффективному управлению хвостохранилищами. Поскольку любое загрязнение, оно, конечно, будет иметь трансграничное воздействие, любое трансграничное, вообще в целом загрязнение трансграничных рек, оно, конечно, очень сильно подрывает возможности экосистемы и в долгосрочной перспективе негативно сказывается, в том числе и на благосостояние населения. Поэтому вот данный проект мы, например, видим как очень достаточно важный, достаточно интересный и нужный. Возможно, в других странах, где имеются схожие проблемы, данный проект может быть реплицирован дальше. Поэтому вот из, наверное, таких, одних из последних проектов можно было бы отметить вот этот. Другой момент, другой вот проект, который мы буквально недавно, в прошлом году, мы, кажется, запустили, также при участии правительства Германии, при участии водной конвенции ЕКОН, при участии ОСР, это по Nexus вода, энергетика и землепользование. Поскольку действительно у нас использование воды в нашем целом в регионе, оно очень тесно взаимоувязано и с вопросами энергетики, и с вопросами землепользования. Поэтому это такой достаточно комплексный клубок, и решение тех или иных проблем, они связаны именно, их необходимо, вернее, решать те или иные проблемы во взаимоувязке. И проект направлен именно на то, чтобы проанализировать и дать какие-то рекомендации в той части, как можно эффективнее выстроить взаимодействие, и учитывая вот этот вот Nexus и взаимоувязку. Поэтому мы, скажем, с нетерпением ждем результатов данного проекта. Это вот сейчас ongoing проект. — Последний вопрос. Конференция по воде, которая сейчас проходит в ООН, она первая за десятилетие. Чего вы ожидаете от этой конференции? — Вы правильно отметили, что первое за десятилетие. Мы посчитали, где-то 45 лет прошло со времен последней. Но вопросы воды, особенно в последние годы, они обострились. И это связано с очень большим, скажем, рядом факторов, начиная от антропогенного воздействия, загрязнения и так далее, и заканчивая изменением климата. Поэтому вопросы воды, проблемы воды, они должны, их необходимо решать, их необходимо решать в том числе сообща. Поэтому то, что у нас сейчас проходит глобальная, не глобальная, а всемирная водная конференция, мы считаем, что это действительно, скажем, отдать, это, знаете, является, ну мы рассматриваем это как такая, знаете, возможность дать то внимание проблематике воды, которое оно заслуживает. То есть чаще всего мы обсуждали вопросы воды в контексте каких-то других, более широких, скажем, более широкие повестки, экологической либо климатической. Но, возможно, пришло время действительно все-таки обсуждать вопросы воды как отдельную проблематику, учитывая саму комплексность и сложность данного вопроса. Поэтому ожидания достаточно высокие. Мы надеемся на то, что с партнерами удастся, во-первых, скажем, сверить часы и понять, где мы находимся, какие имеются проблемы, какие имеются вызовы, и как можно решать их сообща, поскольку проблему воды необходимо решать через сотрудничество, где-то на бассейновом уровне, где-то на уровне глобальном. Но сообща, мы надеемся на то, что мы действительно услышим какие-то большие интересные идеи, скажем, яркие идеи по решению водных проблем. Надеемся на то, чтобы встретиться со своими и соседями, и партнерами, и определить для себя дальнейшие возможности для более тесного сотрудничества по вопросу решения водных проблем. И это важно в том числе и в контексте того, что вообще Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году признала доступ к воде и санитарии как в качестве фундаментального права человека. И вот в этом контексте решение, эффективное решение проблематики воды, как на национальном, так и на глобальном уровне, очень тесно переплетается с вопросом обеспечения фундаментальных прав человека. Поэтому надеемся на, скажем, на то, что за следующие три дня мы сможем действительно сверить часы, понять, где мы находимся, как международное сообщество по данным вопросам, где мы можем помочь, где мы можем получить помощь, где мы можем обменяться опытом, и действительно встретиться со своими партнерами для того, чтобы наметить планы на будущее.